В этом году Казанский Федеральный начнет прием в Институт фундаментальной медицины и биологии и высшую школу автомобильного инжиниринга. Подробности рассказал в ходе интернет-конференции с читателями «Бизнес онлайн» ректор вуза Ильшат Гафуров. Спектр врачебных специальностей, представленный на выбор в КФУ, довольно обширен и захватывает практически все направления. Медицинская биохимия, медицинская физика и биофизика, медицинская кибернетика и информатика, общая медицинская генетика, медицинская химия и фармакология, медицинская микробиология. Мы готовим или собираемся готовить врачей и следователей, которые, опираясь на фундаментальные знания в тех или иных областях, используют их прикладную медицину. В то же время, благодаря поддержке правительства, президента республики, мы в качестве базовой клиники для данного института фундаментальной медицины и биологии получили РКБ-2. Это одна из ведущих республиканских клиник, которая находится в центре Казани и очень удобна для работы с университетом. Еще один крупный проект, подготовленный в КФУ, это высшая школа автомобильного инжиниринга. Еще несколько лет назад, по-моему, года два, полтора назад, КАМАЗом и рядом автомобильной компанией нашей страны были разработаны профессиональные стандарты. К большому сожалению, никто эти стандарты до сегодняшнего дня среди вузов республики не ввел в действие. Не используете это? Не используете это. И, в принципе, высшая школа автомобильного инжиниринга создается совместно с КАМАЗом на сегодняшний день. То есть она будет находиться в набережных Чернах. На территории, где сконцентрировано автомобильное производство нашей страны и нашей республики в том числе, рядом находится особая экономическая зона, где размещаются предприятия Солерса. Сегодня Солерс. В Челнах, Солерс размещается, КАМАЗ есть, есть достаточно большое количество малых компаний, которые работают в области автокомпонентного производства. Поэтому, я думаю, то, что мы делаем, оно хорошо впишется в те потребности той территории, где мы эту школу высшую формируем. Более подробную информацию об этой интернет-конференции вы можете найти в газете «Казанский университет». Александр Александров, Юниверньюз.